Скажите, пожалуйста, вы работали на спецстроя, верно? Да, верно. Занимались строительством космодрома Восточный? Занимался строительством. А какую должность вы занимали? Заместительный начальник одной из спецстроек. Вы оттуда ушли, потому что у вас возникли проблемы какие-то или по собственной оболе? Не по собственной оболе, а по соглашению сторон. То есть вынудили это сделать. Вынудили, а почему? Так называемая оптимизация падения объемов работы, падения финансирования. И с чем был связан уход? Ну, то есть вынудили, заставили написать заявление? Не заявление, а заставили подписать дополнительное соглашение к трудновому договору. Так, по статье 77, часть 1, 78, ТК РФ. Ну, а подробнее можно для читателей, чтобы было понятно? Подробнее, это соглашение о стороне, значит, статья 77, пункт 1, подразумевает соглашение о стороне и выплату двух среднемесячных заработков проводников, которые на данный момент еще не выплачены. Еще не выплачены. А сколько времени прошло уже? С 29 февраля. А, ну то есть, а в течение какого времени должно выплачено? По договору соглашению 29 февраля работодатель обязан был выдать полное выходное пособие, полный расчет работнику, плюс трудовую книжку. Ага, а этого не произошло? Ну, расчет не произведен. То есть, произведена только запись трудового труда и чури. А вот вы говорили, что у вас есть информация по поводу, скажем так, не только вершины айзберга, а вот того, что происходит на ДЭК-спидстроя. Факты воровства какие-то были? Ага, о фактах воровства занимаются другие ворвисты. Это мне сказать, кто-то не могу, даже если знаю. Ну, они были, вот, ну, по вашему мнению? В вашем мнении были. Ну, вообще, как строительство? Вот в вашей доле, в вашей зоне ответственности какие-то нарушения были? Ну, нарушения какого артарактеля? Ну, в процессе технологий. В процессе технологий, да, технологий нарушаются все местные. А в чем это конкретно разрушается? Ну, в процессе моды, прокладки трубопроводов, монтажилы, колодцы, укладка асфальта, строительство самой насыпи дороги, основания дороги. Ну, то есть, там нарушена технология нарушалась? Технология, да, нарушалась. Зачастую, часто, очень часто. За счет экономики? За счет отставания в графике строительства, за счет давления, если положено было сделать объем за один, ну, за три-четыре месяца, то заставляли это сделать за месяц, за три недели. То есть, данный метэп, естественно, это нарушение техники. А вот, ну, а конкретно финансирование, какие-то нарушения были? Ну, финансирование через филиал не идет. Идет через, финансирование через сам бал. Через сам филиал финансовый не был. Все зарплаты, все проплаты, все материалы, это все идет через бал. То есть, через, да, спустя, через бест. Ну, а вот вообще, какие сложности в работе можете выделить, ну, вот, которые были у вас? С чем приходилось сталкиваться на стройке века? С непониманием руководителей, которые стоят у главы этой стройки. То есть, те люди, которые облавка контролирует это строительство само. С непониманием самого технологического процесса, что, зачем идет последовательность, как это все делается. Есть команда взять быстрый высоту. Тут уже на технологию не смотрят. Право на то есть делать, а то, что по факту она уже там через год-полгода развалится, да, уже никого не волнует. Я вам скажу больше, что Дальский строй несет гарантийные обязательства 5 лет на все, что они построили. То есть, 5 лет, значит? Да, 5 лет. Ну, да, идет на те виды работы, которые строились. Ну, на именно сами виды работы, а гарантийные обязательства на обожидывание там, то есть, тоже завод, изготовитель и все остальные. Вот эти 5 лет, по вашему мнению, что-то может случиться из-за вот этого ударного темпа? Да, не случайно. А, например, какие могут быть последствия? Последствия? Размитый нас, железнодорожный. К примеру. И это? Из-за простого нарушения технологии. Да даже без размыть какой-нибудь кривет-канал водоотводный. Технология уплаты трубой водопропускной МГТ. Потому что технологии, то есть, последствия могут быть разнообразны. То есть, и люди пострадают? С людей, я вам не скажу. Сам объект может пострадать. И, то есть, опять-таки, он будет какое-то время не функционировать же? Какое-то время, а раз идет восстановительная работа. А эти работы, я же понимаю, тоже какие-то деньги стоят, да? Конечно. То есть, это... Да, работа, наши время плачиваются. То есть, это опять нужно будет выделять финансирование? Опять же, да. То есть, за что-то таких средств будет производитель, я не могу вам ответить. Скажите, а раньше бывали уже задержки за заплату? Незначительные. А сколько вы, например, достигали? Ну, если положено было плачь, там, с 15 по 20 числа, то под 29-е. То есть, незначительные, 9-е. А вот сейчас... Да, важно, что даже зарплату, какой-то, или перед въездом Путина, 13-го числа, 12-ю зарплату пришли. Потому что Путин приезжал в 15-м году, кто-либо знает, по-моему, это 14-го числа, и 13-го. Хорошо. А вот вы сказали, что вас вынудили написать это дополнительное соглашение, да? Кроме вас, кого-то еще так же вынудили? В данном филиале, из которого я ушел, должны были вынудить порядка 100 человек. Было 142, а у ПП должно после оптимизации стать 42. То есть, людям, либо вы идете по сокращению, но там интересный момент в нашем Тудовом кодексе есть по сокращению. А могут до момента сокращения выплачивать вам две трети заработной платы за ту же работу? Могут. Работодатель имеет право. Да. Две трети заработной платы больше не выплачивать. Ну, соответственно, естественно, дальше там идет два месяца, как положено, и месяц, если вы не туда стоите. Выплату на среднюю заработку. А вы не в курсе, да? Были... Была ли произведена оптимизация в полном объеме на этой педали? Нет, пока не могу сказать этого. Часть людей ушли, ждут, сидят. Также расчеты они не получили. Также? Также не получили. Сегодня был я в трудовой инспекции, написал заявление. Так же сделал и некоторые люди из этого филиала. У них не всех есть возможность. Приехать в Абарастан. А некоторым бывшим сотрудникам я посоветовал обратиться в трудовую инспекцию по месту жительства. А скажите, а раньше бывали ли уже такие оптимизации, сокращения? Нет, не бывали. Я об этом не слышал. Может, и было раньше, но об этом я не слышал. Сейчас вот задержали то, что на два месяца, и дальше уже будет решать, получается, трудовая инспекция, да? Дальше будет разбираться трудовая инспекция, но из разговора с инспектором он мне сказал, что там все, глухо. Это ее слова, цитаты. А вы сами же обращались на прежнее место работы? Что вам там сказали? Прежнее место работы, сам филиал, я еще раз повторю, что он некий финансовый, средства как и нет. С финансовыми средствами и заплаты, занимается пустой главкой. Так, я понял. И по поводу оптимизации. Может быть, называли какие-то причины, с чем связано такое массовое сокращение? Причина есть в падении объемов строительства. В падении объемов строительства. Люди, людей, просто-напросто рабочих, простых рабочих, не вызывали на вахту. И им не платили их оплату. То есть, работодатель обязан был выплатить им их тарифную ставку, беспредельное вознаграждение всех остальных, считающихся работников, не вызвав на работу. То есть, работника не вызвали, это не его финансовое. И люди сидели, декабрь, январь, некоторые до сих пор сидят в крае, парк не знаю, что я уже там работаю. А как вот происходило именно у вас? Вас вызвали, показали договор, сказали подписывать. Мне позвонил начальник и сказал, вот есть вот так и так. Есть доп. соглашение, которое надо писать. Я сопротивляться не стал, когда я подпишу. А возможно, может быть, вы также общались с другими филиалами? Не знаете, как там вообще? Ну, в другом филиале примерно та же картина, но более подробно я не могу сказать. То есть, тоже оставляют примерно 1 треть от всего рабочего персонала? Оптимизация перенестирует численность работников на численности ТР к численности простых рабочих должен быть 1 в 8. На каждом филиале численность рабочих разная. Но примерно численности ТР примерно 1. Чуть-чуть где-то больше, где-то меньше. Сейчас эти 42 человека, которые должны остаться, по вашему мнению, они смогут справиться с тем объемом возложенным работ? Нет, конечно, они не справятся. Объем, но даже на строящемся космодроме, объем работ в данном филиалах еще очень играет. Сделано только 50%. Я имею в виду, это благоустройство территории стартового комплекса, технического комплекса, строительство дорог некоторых, либо назвать каких-то. Ваш филиал отвечал именно за вот это благоустройство, да? Да, за благоустройство территории изменения благоустройства. То есть еще 50%? Это 50%. То, что было построено нами за лето и в 2015 год, уничтожено на процентов на 50, чтобы сделать. Там имеется в виду большинкузная техника. Все раздавили, все раскопали зимой, астфальт сняли зимой, отторвали. То есть это все придется кому-то устанавливать. То есть, видимо, там даже не 50% надо? По всей видимости, да, но покажет весна, когда растает зимой.